С 12 июня здесь работа от выставка «Сокровище музеев России». Сейчас пойдем туда посмотрим. Работы, которые вот только приехали в Калининград. Дальше не пойдем по эти следования. И, конечно, самым любимым художником-портретистом Екатерина Второй это был Рокотова. Вот работа Рокотова. Здесь называется «Портрет неизвестный». Это не портрет Екатерины, а портрет неизвестный. Но это совершенно не умаляет значимости художника на нашей выставке. Посмотрите, какой великолепнейший, очень тонкий, очень изящный портрет. И, знаете, его очень отличает от всех художников то, что у него вот этот образ, он как будто бы, знаете, он как будто бы выплывает, в то же время растворяется вот вокруг. И мы ощущаем это как-то вот вместе даже с рамой. Посмотрите, как великолепно продумана рама, перекликаясь с украшением, да, волоса этой красивейшей женщины. Помните Николая Заболоцкого, великого советского уже, поэта, который посвятил створение, большое створение Рокотову, который, как и называется, портрет. Правда, там он в портрете описывает струйскую, ту самую струйскую, которую еще сам Рокотов любил, как мужчина, не просто как художник. «Твои глаза, как глотуман, улыбка, полуплачь». Посмотрите, это так же прямое относится и к этому портрету. На самом деле, удивительный художник, который, ну, Екатерина II его просто обожала, он ведь писал ее коронационный портрет, и многим художникам после этого ему очень было приходилось не так легко работать с образами Екатерины. Она всем говорила, я должна быть такой, как у Рокотова. Уж как он услужил ей, он ее очень правильно, ракурс выбрал, ради интереса, вы можете сегодня посмотреть этот портрет, просто удивительный портрет. Рокотов был художником, несвободным художником, и только благодаря гениальности и таланту он получает вот такое имя. Конечно, это 18 век, не так много художников, которые вот именно так звучали, как имя Рокотова. Конечно, многие из них были крепостными. Сейчас мы с вами поговорим о некоторых крепостных художниках, которые представлены на нашем. Идеал, 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 к которому надо стремиться. Конечно же, академический, классический русский портрет к этому и стремился. Вот посмотрите, интересная работа Николая Арбумова. Можно так немножко дальше проникнуть, чтобы всем видом было. Николай Арбумов, знаете, это целый гимнадский художник. Его отец был не просто художником, а он был... Это вообще такой гимнадский художник в России. Перед нами Николай Петрович. Николай Петрович. Я просто отниму это так. Вы знаете, как я говорю, от писателя. Это тот самый, который мы говорим, поградить любезнодорожник. Это тот самый, который построил вот этот багажей, который сегодня с Треботковского, да? Больница Треботковского на нас охранилась. Это тот самый, который построил театр. Это тот самый Николай Петрович, который потом, у него была депутатка, и он в первостной почте, если же, чужой, да, проспект, постольный, да? Вот это тот самый человек, который вообще не будет, если бы все выступы, очень многое сделать. Но отмечу, наверное, не все. И за то, что до своей причины, когда они за 10 до кончинок прошел, не дожил в рожь, в этой страшной войне с Наполеоном в Москве, конечно, если бы он жил в это время, он, конечно, был бы в репритах первых защитников, потому что такие же никогда в стране не оставались. И еще один художник, художник и характер. Все вы знаете, кто художник, и сразу вспоминает его в мискалеке, наш портрет Мючкина, да? Когда художник был на юзов в Москве, он не спасел, он лежит на портрет. Вы знаете, два режима из портрета, которые ваше искусство, это, конечно же, Третьский и Третьевский. Вот перед нами удивительная работа. Я хочу сказать, что это, знаете, сравните с парадной портретой, вот этот портрет. Мы здесь не видим вот этого парада, как полон, мы здесь не видим здесь наград, мы видим перед собой, ну, какого-то такого особого зрения, да? В такой, побудете, таков времени, и очень важно. Кстати, было консиль 19, по начале 20-го века, он изображается в домашних одеждах, мужчин. Вот называется работа портрет Крышенинкова. Кто же такой Крышенинкова? А вот теперь, когда мы узнаем, кто он такой, мы поймем, почему этот портрет так великолепно исполнен художником. Во-первых, это человек, знаете, как должен быть ученым? Старше-староточа, импортально-побор-побор. Вот он, как раз, тот человек, от которого много зависело на заказна страны, да? Человек, который заказал этот портрет, который дошел до нашего времени, вот и с этим производством открылся. 47 лет он был непосредственно причен. Он был не просто уже известным партизмом России, а он уже приходит, вот и далеко. Кто-то его заход, что нам будет резвых фотографов. Он получил такое молчание во время Натальевской войны, да, в Москве. Но он так не хотел вращаться с этим художником, и он дал ему высшую свободу, как пасхальный подарок, 47 лет. Только лишь под запором общественности. Когда он может расслабить своего предпослового, выжить актрактином. А вот и красивые зубеды. А вот у Мимона такой, какой он должен быть. Ну, кстати, каким выгодом голосеем он будет. Так вот, Дмитрий Мамонов. Он пишет, знаете, как генерал Мимонова? Это имя. Вы теперь поняли, почему такая генераль, которая по партии идет. Да тот старший генерал Мимонова, как уж и говорит, помните, как так сосреди. Даже так как Мимонова ведет, да? Он герой отечественной войны, 19-го года. И художник, он пишет, что он 13-летний год. Но он не так хорошо знал. Потому что отец Мимонова был антитазом у генерала Мимонова. Он ему с молодых лет знал этого генерала. Вот знаете, он пишет, что его в 18-летнем годах, и он мало того, что его пришли, как он оформляет его аппетит в свою гамму, и мало его было премиугольников, еще и туристов, оформленных. И да, а сон не значится этому победу. Вообще, Мимонова по натуре был человек очень экспрессивный. Многие его работы остались незаконченными, и художники его поколения современники говорили, что он, ну, как это вот диктат. Он не был высокообразован в этом году. Он мало того, чтобы он еще был в победу. Заходил в печатные вытруды в середине 19-го века. Но вот он был такой, он по натуре хотел бы рассказать, а это была совершенно законченная, очень сильная, очень значимая. И, конечно, художники Бархунисты. Вот кто его знает? Это Бархунин, который называют чинцовую пронадёжку. Эти руки так жалобно будут пониже, чем Ампет, чем Батария, историческая церковь, да? А вот именно подождая Бархунин, какой-нибудь его писатель. Вот, по-моему, припасник. Он был из шляхового рода, очень богатый, застройка такой у меня была родосводная. И он родился на территории сегодняшней Белоруссии. Вы сегодня, кто из вас, белорусских город, в энергетике, в слое продукции произведения на Белоруссии. А вот в советское время ни одного художника так не хочет, и не только для искусства, и в большом акте, в постоянном ходении коллекции подсчетов марта с выражениями произведений Банады. Конечно, потому что у меня в будущем искусство тоже поднялся на который он нахуй неудачен. Совершенно экспериментирует. Там, может быть, я не рад, он устроился в Каиллесе Камачево. И знаете, чем отличается? То есть, разум, не на один, а другой, а я вспоминаю, а я не была, это город, это город, да? А вы знаете, какое-то отличие? Угл. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...